МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа в центре событий в студии Галина Булгакова. Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 38 миллиардов рублей необходимо на модернизацию инженерных сетей в Югре. Выше нормы, но эпид-порог не преодолели. В округе увеличилось число заболевших ОРВИ. И в Сургуте прошли состязания по мотокроссу. В Югре изношена половина инженерных сетей. Из-за этого десятая часть воды и тепла не доходит до населения. Коммунальные проблемы региона обсудили на Совете потребителей. Губернатор Югры Наталья Комарова акцентировала внимание на том, что ежегодная замена водопроводов и теплосетей не дотягивает до обязательного минимума 5% от общей протяженности. На модернизацию сферы ЖКХ до 2020 года требуется 38 миллиардов рублей. Глава автономии нацелила коммунальщиков на системное решение проблем. Еще один вопрос Совета касался энергоснабжения. По последним данным, в текущем году программа профинансирована больше чем на 1,3 миллиарда рублей. Построено 224 километра линии электропередачи и 86 мегавольтампер трансформаторной мощности. В том числе для населенных пунктов и децентрализованной зоны электроснабжения. Югорчане стали лучшими по контролю ведомств, которые занимаются охраной природы. Такую оценку работе активистов дала губернатор Югры Наталья Комарова при подведении итогов окружной экологической вахты. К неравнодушным жителям присоединились и предприятия. Так, 15 из 29 недропользователей в этом году освободились от нефтезагрязненных земель. В следующем году с таким историческим наследием должны разобраться еще 7 нефтяных компаний. Также в Югре улучшилось состояние водных объектов в местах активной добычи и углеводородов. Концентрация нефтепродуктов снизилась в 4 раза. В округе по сравнению с прошлым годом почти на 40% сократилось число незаконных рубок леса. Таким образом, экологическая вахта в Югре стала идеальной стартовой площадкой для 2017-го, который объявлен в России годом экологии. Экологическая вахта стала одним из самых значимых природоохранных мероприятий последних лет, объединила усилия югорчан на защиту природы. Организаторам удалось создать экологическую армию, потому что свыше 200 тысяч человек были задействованы в мероприятиях. Активисты вели разноплановую работу, проводили субботники, лесные десанты, сбор вторичного сырья. Торжественное открытие регионального центра доступа к президентской библиотеке состоялось в рамках 4-го Югорского культурного форума. Центр поможет ознакомиться с уникальными аудио- и видеодокументами, архивными материалами, а также редкими изданиями библиотеки, фонд которой превышает полмиллиона единиц хранения. На территории Югры теперь работает три электронных читальных зала президентской библиотеки. Они расположены на территории Государственной библиотеки Югры, Уральского политехнического колледжа, а также Института развития образования. Открывая библиотечный проект, мы запускаем двигатель интеллектуального развития автоматического автономного округа Югры. В год детства ресурсы президентской библиотеки, состоящие из оцифрованных копий, документов, книг, интерактивных материалок, фотографий, удовлетворит интересы всех поколений. Все коллекции по тем или иным направлениям деятельности, которые мы формируем в цифровой среде, они сопровождаются аудиовизуальным контентом. И могу похвастаться перед коллегами, что на сегодняшний день в президентской библиотеке существует свое собственное полностью цифровое телевизионное производство, работающее в формате телевидения высокой четкости. В HD мы готовим свои программы, выпускаем свои фильмы. Заболеваемость ОРВИ гриппом в Югре превышает средние многолетние значения. Такая информация опубликована на официальном портале окружного Роспотребнадзора. Однако, как сообщают в ведомстве, несмотря на это, показатели остаются ниже эпид-порога. Так, по последним данным, заболеваемость ОРВИ гриппом составила почти 60 человек на 10 тысяч населения. Без малого 80% от общего числа заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет. Вместе с тем в Югре продолжается прививочная кампания против гриппа. По последней информации Роспотребнадзора, свою вакцину уже получили более 500 тысяч человек. Более 50% привитых – дети. Стоит отметить, что в этом году вакцины на всех желающих не хватило, причем именно для детского населения. Департамент здравоохранения был вынужден докупать прививки. Федеральный центр нам поставляет 30% для вакцинации населения. Мы знаем точно, что нам для безопасности нашего округа мы бы хотели, чтобы это было больше. Поэтому мы для детей закупили еще 10% населения на нашей территории. По взрослым мы предположили, что часть вакцин, которые у нас есть, мы просто перераспределим и на взрослых тоже. Шестой окружной форум социальной рекламы стартовал в Сургуте. Двухдневное мероприятие проходит в рамках информационного мира Югры. В этом году он посвящен детям. И все мероприятия так или иначе переплетаются с главной темой. Традиционно в программе проходят презентации экспертов и гостей мероприятия, круглые столы, мастер-классы. В них принимает участие более 300 человек. Это работники социальной сферы, студенты, школьники города и все желающие. Сегодня гости форума познакомились с местными и московскими спикерами и их работами, а также уже посетили мастерские на тему «Дружелюбный ребенку город», «Анализ опыта» и «Поиск прорывных идей». Во второй день форума участникам продемонстрируют лучшие практики социальной рекламы и работы победителей последних мировых фестивалей. Департамент общественных и внешних связей сегодня активно занимается социальными проектами и наравне с теми решениями, которые принимаются у нас внутри округа, есть еще интересные решения, которые в других регионах, собственно говоря, эффективны. Нам бы интересно было эти практики перетянуть сюда, к нам в округ, чтобы решать те же самые социальные проблемы, которые есть и у нас. Атмосфера рока и драйва. В развлекательном комплексе «Вавилон» состоялся второй региональный фестиваль «Живой музыки». Екатерина Любешева продолжит тему. Раз, два, три! Если на первый фестиваль «Атмосфера» приходилось всех собирать, то сейчас все собрались сами. Звонили организаторам с нашего и из соседних регионов, предлагали выступить. Среди желающих даже пришлось проводить кастинг, и до фестиваля дошли шесть лучших коллективов. На все приготовления у организаторов ушло полгода, и уже летом было известно, что хедлайнером второго фестиваля станет группа «Слот». В прошлом году мы посмотрели обзор сами, кто сейчас в топе. После фестиваля на следующий день мы запустили опрос, кого вы хотите видеть в Сургуте. И вот «Слот» был один из трех лидеров этого опроса. Важно наработать имя, то есть какого-то мероприятия, потом уже фактически притягивать уже новых служителей. Атмосфера для многих, но не для каждого. Для нашей непосвященной съемочной группы встреча с фанатами «Слота» была наполнена осторожностью. Хотя сами музыканты уверяют, и их слушатели милые и дружелюбные. Мы не боимся, что они встретятся где-то на пути, на улице, потому что они адекват и позитив. Группа девочек нас встречала в аэропорту, и, кажется, сразу стендап-шоу начало все его окружение. «Ой, такие позитивные, пришли с плакатиком, они что-то... «Ой, а с вами нельзя фотографироваться?» Сразу такой вопрос. «А почему?» Ну вот, такой... А потому что наши профессиональные организаторы сказали, что фотографироваться нельзя. Артист устал. Ну вот. Но, естественно, мы пофотографировались. В то, что артист устал, никак нельзя было поверить и на концерте. Запалой энергии слота хватило бы, чтобы зажечь любой фитиль. И они зажгли так, что прыгал и кричал весь зал. От радости, конечно. Организаторы настроены решительно. Фестивалью атмосфера «Быть», причем проводить его энтузиасты будут стараться даже чаще, чем раз в год. Приходите на концерты. Пусть у вас будет больше их в Сургуте, пусть к вам приезжает больше крутых музыкантов. И, в общем, живите на полную катушку. Екатерина Любешева, Елена Саган, Вячеслав Шаркунов и Денис Зонов. Сургут. Интерновости. Баскетбольный клуб «Университет Югран» не смог пробиться в четвертьфинал Кубка России. Наша команда на выезде встречалась с Уралом из Екатеринбурга. Выиграв стартовую десятиминутку, студенты следом уступили во второй и третий четвертях. Общий итог – матча 87-68. Дальше идут уральцы. Университет же готовится к поездке на Дальний Восток. 6 и 9 декабря сургутянам предстоит сыграть с Владивостокским «Спартаком» и «Сахалином» из Южно-Сахалинска. На новой сургутской мототрассе впервые прошли официальные соревнования. Несмотря на капризы погоды, традиционные «Газпромовские» состязания среди любителей скорости стали настоящим праздником как для зрителей, так и для самих участников. Ольга Нахаева продолжит тему. Колючий снег, мороз и сильный ветер экстремалам совершенно не страшны. На сургутской мототрассе развернулось настоящее спортивное представление. Ветераны, экипажи и заезды в классах разной мощности. Здесь присутствуют даже классы, которые официально сегодня уже не проводятся в России. Это ветераны, это сегодня полтиннички, так называемые, самые маленькие, от 4 лет до 8 лет. Вот эта категория. Это коляски, вот сейчас они, там идет сейчас у них официальная тренировка. Коляски. Коляски проводят, но отдельно проводят. А мы в комплексе это дело хотим. Объединяем уже много лет. 35-е юбилейные соревнования объединили 8 команд Югры, Ямалоненецкого, Автономного округа и Тюменской области. В общей сложности 75 участников. Помимо опытных спортсменов на трассе встречались и новички. Я очень сильно волнуюсь и страшно на трамплинах особенно. Страшно перевернуться, то что скорость такая, еще надо противников обгонять. Ну, ну, страшно и удовольствие. Мне нравится техника, машины, мотоциклы. Ну, вся техника, которая ездит и которую чинить можно. Стоит отметить, что на трассе равны все, независимо от опыта. За выполнением всех требований соревнований строго следили члены судейской коллегии. Именно подготовка спортсменов, хорошая подготовка спортсменов, а это уже работает тренерский состав. То, что требования какие, можно сказать, спортсмены экипированы в специальную мотоциклетную форму. Она защищает спортсмена, ну, если вдруг падение. Потому что, а так, еще раз, корректная борьба. Таким образом, в двухдневной борьбе за призы «Газпром-трансгаз» Сургута в личных зачетах отличились спортсмены нашего города. Командное первенство также у сургутян воспитанников управления спортивных сооружений «Факел». Ребята из Ноябрьска стали вторыми. Третье место у любителей скорости из Мегиона. Ольга Нахаева, Юлия Бабенышева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Впереди блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей на сайте телерадиокомпании Сургут Интерновости по адресу indifisnews.ru. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. В рамках осуществления переданных отдельных государственных полномочий по Государственному управлению охраной труда, Управление по труду администрации города проводит тематические семинары, совещания по вопросам охраны труда, заседания круглого стола, рабочие встречи со специалистами по охране труда, организуются выставки, экспозиции средств индивидуальной защиты. В целях пропаганды улучшения условий безопасности труда, повышения престижности и значимости мероприятий по улучшению условий и охраны труда, привлечения внимания работодателей к решению социальных вопросов на производстве, развития и совершенствования системы социального партнерства в этом году организованы и проведены 4 конкурсных мероприятия и более 40 семинаров для организаций нефтегазодобывающего комплекса, организаций сферы строительства, ЖКХ и муниципальных организаций. Проведена городская конференция на тему актуальные вопросы охраны труда и пути их решения с привлечением Государственной инспекции труда ведущих специалистов Научно-исследовательского института охраны труда города Екатеринбурга и представителей градообразующих предприятий города. В рамках городской конференции был организован мастер-класс на тему построения системы управления охраной труда в соответствии с международными и межгосударственными стандартами. Для методического руководства работы и службы охраны труда в организации города специалистами управления по труду разработано более 30 видов методических пособий, выпущенных тиражом более 5000 экземпляров. Все методические пособия пользуются большим спросом у работодателей и специалистов по охране труда. Следует отметить, что профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости по-прежнему остаётся одним из приоритетных направлений деятельности управления по труду. Ежеквартально проводится анализ производственного травматизма, информация о каждом случае с тяжёлыми последствиями, причинах и кратких обстоятельствах происшествий размещается на официальном портале администрации города. Напоминаем, что работодатели обязаны не позднее 10 февраля 2017 года направить в администрацию города информацию о состоянии условий и охраны труда в организации за 2016 год. Приглашаю работодателей к сотрудничеству с управлением по труду в целях оказания методической помощи по организации работы по охране труда. Работают специалисты профессионалы в этой области. Вы можете обратиться как за устной консультацией, как за письменной консультацией, так и пригласить к себе специалиста с выездом непосредственно в организацию. Доктор Бужинаев обучался медицине с пятилетнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Интернет и телевидение в максимальной комплектации. Теперь от 750 рублей в месяц. Подключайтесь. 36 08 08. Женская, изящная и утонченная. Мужская, брутальная и стильная. Детская, яркая и практичная. Обувь в салонах жета. Неизменно комфортная и теплая. Одно и двухкомнатные квартиры в современном московском жилом комплексе Альтаир. Экономия на ЖКУ до 30 процентов. Трехуровневый паркинг. Детская игровая площадка. Автономное горячее водоснабжение. Жилой комплекс Альтаир это выбор современного человека. Телефон отдела продаж в Сургуте 600 190. Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные. Условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральной. Открытый для всех, доступный каждому. Магазин Сапфир. Мир очарования, созданный талантливыми мастерами Урала. В ассортименте изумительные образцы ювелирного искусства с драгоценными камнями. Коллекция эксклюзивных изделий с московской выставки. Магазин Сапфир. Улица Сибирская, 15. Солене Коллизионе приглашает за покупками большое сезонное поступление. Шубы, дубленки, пуховики. Скидки от 30 до 60 процентов. Беспроцентная рассрочка. Солене Коллизионе осень и зима будут теплыми. Солене Коллизионе. То, что действительно модно. В магазин Адам поступила новая коллекция мужских и женских джинсов. В наличии все размеры. Улица 50 лет ВЛКСН 3, 2. Телефон 37-63-77. Здравствуйте. Информация о погоде на 30 ноября в студии Дина Кристи. Генеральный партнер прогноза погоды компания Еломет. Вы купили Алмак-01. Почему? Маме ноги лечить. Ей назначили в поликлинике. Сама она не доедет. Будем лечиться дома. При заболеваниях позвоночника и суставов воспользуйтесь аппаратом Алмак-01 компания Еломет. В ноябре успейте купить Алмак-01 до подорожания. В магазинах Медтехника, аптеках Фармадом и Фармакопейка. Алмак – высокоэффективное лечение хронических и острых заболеваний в домашних условиях. Создан для здоровья людей. В Приобе сказывается морозный воздух арктического происхождения, способствуя росту атмосферного давления и постепенному улучшению погодных условий. Сегодня днем в Сургуте окрестностях облачно. С прояснениями местами возможен небольшой снег. Ветер северо-западный – 3,8 метра в секунду. Температура воздуха минус 15, минус 20, а вечером на 6 градусов похолодает. Возвращение легенды. Мы просто продаем качественную обувь по доступным ценам. Сеть салонов «Саламандр». Акция в салонах обуви «Саламандр». С 29 ноября по 4 декабря добавляем 10% к вашему дисконту. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Все самые модные мамы в выборе колясок упрямы. Коляска должна быть практично, легка и аутентична. Самые продвинутые коляски из Швейцарии и Польши по российским ценам уже в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Пусть ваши планы сбудутся. И до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова